Не за горами грядет новое обновление в Helldivers 2. Разработчики Arrowhead не предстают баловать своих поклонников и вновь готовят масштабное обновление для игры. Доброго времени суток, адские десантники! В этом видео поговорим об утечках нового меха, о появлении босса-гиганта у автоматонов и о возможном добавлении новой расы, которая будет противостоять жителям суперземли. Итак, присаживайся поудобнее, наливай себе чайку, прожимай свой царский лайк, а мы начинаем! Слухи о появлении нового меха были еще до официального анонса. Добавление мехов стало приятным сюрпризом для игроков в Helldivers 2. Первый из них, экзокостюм Exo 45 Patriot, был разблокирован после того, как Helldivers из суперземли освободили планету Тиэн Кван, на которой было производство мехов. Теперь в сеть просочилась информация о новом мехе под названием Emancipator. После того, как в сети появился короткий ролик из трейлера к игре, в котором наглядно демонстрируют новый экзокостюм в действии. Поскольку трейлер к нему уже готов, его появление может быть неминуемым. Можно с уверенностью предположить, что новая игрушка появится после выхода следующего обновления. Несмотря на то, что обновление для этой игры не имеет фиксированного графика, Arrowhead выпускает их каждую неделю. Каждый патч добавляет в игру какой-нибудь новый элемент. Причем некоторые из них поначалу были секретными. На прошлой неделе главным дополнением стал новый вид летающих термидов под названием Безгуны. Существование которых генеральный директор Arrowhead сначала отрицал в социальных сетях, но затем подтвердил, что они существуют, когда игроки все чаще сталкивались с ними во время выполнения миссии. До этого в качестве случайных событий, которые можно активировать в любой миссии, были введены планетарные опасности вроде огненных торнадо или метеоритного дождя. Эммансипатор — не единственное новое дополнение, которое просочилась в сеть и не вышло. В Helldivers 2 появится робот-босс в духе AT-AT из «Звездных войн». В сети появились изображения массивного автоматона, который напоминает культового AT-AT-Валкера из «Звездных войн». Естественно, геймеры задались вопросом, как сражаться с этим гигантом. В Helldivers 2 уже можно столкнуться с гигантскими боссами. Желчные титаны, штурмовики, халки и танк — уже достаточно серьезные противники. Впрочем, до сих пор еще не было врагов, которые ощущались бы как реальная огромная угроза. Так как человечество побеждает на нескольких фронтах в борьбе за суперземлю, были лишь вопросом времени, когда силы врагов ведут свою тяжелую артиллерию. Для автоматонов их козырной картой, похоже, станет гигантский четвероногий робот. Если судить по тому, что появлялся ранее, эти шагоходы даже превосходят халков. При этом вооружены до зубов массой различного оружия, и пока непонятно, где у них слабое место. Пока неизвестно, когда этот шагоход появится для всех игроков. Скорее всего, в ближайшие пару недель. Почему игроки Helldivers 2 убеждены, что иллюминаты придут? Среди игроков многие озабочены защитой от безжалостных атак термидов и автоматонов. Однако есть те, кто утверждает, что заметили признаки, указывающие на то, что может появиться третья группа, просвещенная. В первой части игры Helldivers геймеры столкнулись с иллюминатами, древние технологические превосходящие инопланетные расы, решившие уничтожить суперземлю. Теперь, спустя более месяца после выхода Helldivers 2, игроки упомянули о наблюдении странных синих лазеров, наносящих вред при контакте. Пользователь Reddit Die335 описал, как на него ударил яркий синий лазерный луч, в результате чего его полоса здоровья упала примерно до 60%. Они предположили, что за это ответственный сияющий снайпер, похожий на того, что был в первой игре, и он быстро исчез сразу после выстрела. Другие игроки поделились видеороликами, демонстрирующие снайперскую атаку синего лазера. Неудивительно, что ожидается появление иллюминатов, учитывая, что об их фракции были утечки. Фактически, вы можете услышать слухи об их присутствии в новостях на борту вашего эсминца. Генеральный директор Arrowhead вновь опровергнул слухи о реальности синих лучей в случайном твите. Заверим, синих лучей не существует, и они не могут причинить вам вред. Подобные мы уже слышали на тему появления визгунов. Такое заявление кажется подходящим для кого-то с точки зрения вселенной. В последнем обновлении Helldivers 2 премиум пакет Warbond включает в себя связную сюжетную линию и предлагает несколько частей оружия и брони, обладающие свойствами дуги и сопротивления. Некоторые геймеры предположили, что это снаряжение оптимально подходит для использования фракции просветления, когда пришельцы совершат свое грандиозное появление. А на этом у меня все. Не забывай поддержать меня пальцем вверх, тебе не сложно. А мне будет приятно. До встречи в новых роликах. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok